Гости стали съезжаться на бал еще задолго до начала. Дамы в роскошных вечерних туалетах, кавалеры, галантные обходительные представители дворянских сословий. Для меня это уникальная возможность встретиться с потрясающими людьми, с нынешними хозяевами этого потрясающего дворца. Они так мило встречают, они такие добрые, такие хлебосольные. Я думаю, что каждый гость, который сегодня приедет на праздник, запомнит его на многие-многие годы. Салонные мероприятия в то время, это же не только танцы, это, прежде всего, общение. Да, уже были газеты, но не было ни телевидения, ни радио, скажем, да, если мы говорим про 19 век, люди получали огромное удовольствие просто от общения, большой компанией друг с другом. Плавное действие переместилось в приемный зал, где гостей праздника ожидали хозяева усадьбы. Вы рады приветствовать вас в этом зале. Вся наша семья взволнована той честью, которая оказана нам. Я, как баршалок Шляхты Гродинской, должен сегодня открыть бал. Но я не могу это сделать сейчас, пока не представлю вам наших почетных гостей. Одним из почетных гостей праздника стал император Александр Третий, который прибыл в исторический Брест-Литов в сопровождении великого князя Николая Николаевича и своего наследника, царевича Николая. Мы прибыли на военные маневры, которые сейчас проходят между Брест-Литовском и Белостоком. А в скопах мы оказались, потому что я должен получить свой русский мундир, оставленный в Санкт-Петербурге. Император Пруссии Вильгельм, прознав о наших маневрах, срочно направил к нам своего внука Вильгельма. С прибытием высоких особ праздник переместился в уютный бальный зал, где всех гостей обучали танцевальным па 19 века настоящие профессионалы. Уже второй год подряд усадьба Немцевичи проводит у себя такие исторические реконструкции. В этом году возросло количество подготовленных участников, которые заранее позаботились не только о билетах, но и о вечернем костюме. Многие давно мечтали побывать на подобных мероприятиях, и прежде всего потому, что это часть нашей истории. Меня сюда пригласил мой очень хороший знакомый. Я сразу же согласилась, потому что я очень давно мечтала попасть на такое мероприятие, потому что вот эта эпоха балов, варянских усадеб, это нечто весьма прекрасное, романтичное, чудесное. Я считаю, что каждый год нужно такое проводить, даже не один раз, а несколько раз, потому что на самом деле очень много впечатлений и положительных впечатлений, эмоций. И до самого утра в скоках играла живая музыка, кружились на паркете пары, слышались комплименты. Есть уверенность, что традиция именно такого празднования ночи музеев обязательно закрепится в скоках, и возможно в следующем году это событие привлечет гостей из других стран. Уже второй год подряд мероприятие удивляет огромным количеством гостей. Прекрасные дамы, знатные кавалеры французской шампанской и пассианс. Бал удивляет своим разнообразием и изысканностью. Возможно поэтому тот, кто хотя бы однажды побывал в скоках, возвращается сюда снова и снова.